Беда не приходит одна. Пока муниципальные подрядчики борются с размывом грунта речка Ельцовка-2, дорога по соседству начала уходить под землю. На улице Голущика строители не учли дожди и неустойчивый грунт. И теперь местные жители с тревогой ждут того дня, когда единственный путь к их домам провалится в строительный карьер вместе с теплотрассой. На месте побывал мой коллега Александр Попов. Он оценил масштаб возможной трагедии. Беспокойство жителей вызывает тот факт, что единственная дорога к дому номер 15 на улице Голущука каждую неделю проседает на несколько сантиметров. После дождей потоки воды размывают грунт, а трещины и ямы приходится заделывать чуть ли не в ежедневном режиме. Проезд на автомобиле напоминает езду по высокогорному серпантину. В дожди из-за силе редкий водитель рискнет проехать по краю пропасти. Очень страшно. В любое время провалиться можно. Даже с хвостом туда. Да. Привыкли. У нас дороги все такие. Пешком чуть безопаснее, но оказывается не в ветреную погоду. Тут просто невозможно. Если мы водим детей куда-либо, мы сопровождаем. Тут фактически со стройкой дороги нет. Забор периодически падает от ветра. То есть проблема очень острая. Причиной обвалов стало строительство коллектора для речки Ельцовка-2. Знаковый проект городской администрации превратит овраг практически в город-сад. Площадку засыпет и сравняет с соседними улицами. Ну а в ближайшую пятилетку здесь появится парк, школа и жилые дома. Идея хорошая, но... Во-первых, мы немножко не попали в геологию. Геологические условия очень сложные. У нас, например, в проекте никак не было учтено откачка воды. То есть предполагалось, что ее не будет на этом месте. А в итоге откачали несколько десятков тысяч кубометров. Плюс к тому уже энергетикам пришлось один раз ремонтировать теплотрассу под дорогой. Есть сложности с коллектором отопления. Там, вы видели, была авария серьезная, раскапывали они перед камерой. И за счет этого просадка непосредственно около тепловой камеры произошла. То есть вымыв грунта произошел через, видимо, футляры. И тут не совсем наша вина. Так стечение обстоятельств такое. Что стало причиной размыва в начале июля, точно сказать не может никто. То ли оседающий грунт повредил трубу, то ли прорыв теплотрассы подмыл основу дороги. Жилищники утверждают, что стены карьера подмывает природная стихия. Периодические провалы в асфальт появились в этом году. Потому что водяные потоки от дождя смывают асфальт и подмывают дорогу. Но в муниципальном управлении заказчика по строительству подземных сооружений нас заверили, что на данный момент все стенки укреплены. Тем более, что потерпеть осталось недолго. Срок окончания работы – 20 августа. После этого опасные участки засыпят, а дорогу на Голущука отремонтируют. Александр Попов, Александр Егоров. Новости ОТС.